Учёный по фамилии Причард в 1972 году Это изобретатель вот такого распатора с лопаточкой, как вы хорошо знаете. В 1972 году обнаружил, что есть интересная ткань, костная ткань, которая является незрелой. И расположена она в пяти местах в организме. Швы черепа, углы нижней челюсти, лабиринт внутреннего уха, места прикрепления сухожилий связок, и зубные лунки. Так вот, при операции, в чём суть этой ткани? Она является незрелой. Если зуб удалить, то она созревает и уже не обладает потенциалом. Эта же ткань образуется при онкологическом процессе, это быстроделящаяся костная ткань. Эта же ткань образуется и входит в состав костной мозоли при регенерации. Поэтому вот эти зоны. Удаляя зуб, неважно, что вы туда положите, важна одна простая манипуляция, которая позволит дать доступ к этим клеткам. Это перфорация замыкающей компактной пластинки циркулярно, точечно. Угол входа 30-45 градусов. На самом деле под другим углом вы туда и не войдёте, в эту лунку. Для того, чтобы повреждать компактную пластинку, отступая середину, либо треть от глубины корня, от длины корня. Так вот, эти клетки выйдут сюда. И при восстановлении сосудистого питания, оно очевидно будет, образует кость прямым методом. Они просто созреют. На скорость образования костной ткани это никак не скажется. Но по качеству она будет более воскулиризованная. Вот это прямой метод регенерации, который можно учитывать. А есть метод регенерации опосредованный. Когда с каротидного синуса перевоскулярные клеточки, получая сигнал, сюда же пойдут нейтрофилы, макрофаги и всё и так далее, будут активироваться, и, слава богу, черепно-челюстно-лицевая область находится очень близко, и мигрировать в эту зону. Превращаться в мезонхимальные клетки, при остеобласте, остеобласте. Только это будет на два месяца позже. Так вот, повлиять на это мы не можем, мы можем не мешать. Всё, что от нас требуется, сверлить дырки. У нас есть патент, называется патент на дырки в ТМО. Мы придумали, что надо перфорировать мембрану для того, чтобы, находясь на принимающем ложе, или можно и тут это всё нарисовать. Возьмем другое тогда. Что нам дают перфорации? 85% питания происходит со стороны принимающего ложа, и только 15% со стороны сосудов надкосницы. Так вот, перфорации позволяют соединяться этому сосудистому руслу, да, немного ускоряя биодеградацию и замещение мембраны, но обеспечивая равномерную воскулиризацию и формирование здесь новых тканей. Это профилактика отёка тоже, да, с другой стороны. Поэтому такие простые манипуляции позволяют нам добиваться более качественных результатов. Они не будут быстрее. Согласны? Продолжаем дальше, да? Материал применяется действительно абсолютно во всех протоколах хирургических операций в полости рта. Абсолютно во всех. Мы предлагаем на сегодня врачам 29 протоколов, отработанных, и рекомендуем пошагово от дизайна разреза, выбора этого дизайна, выбора стратегии и тактики лечения, назначение фармакотерапевтических препаратов и так далее. О чём, кстати, мы не говорили. Вот два дня, так протокол никакой не сказали по фармакотерапии. Выбирали костную пластику? И на сегодня, что очень приятно, вот эта алгоритмизация хирургического лечения и формирование таких опорных таблиц, как вы видели по рецессиям вчера, и вот эти схемы, которые позволяют нам быть точнее и оптимальнее выбирать планы лечения, позволяют нам заниматься персонифицированной медициной, учитывая параметры дефекта, статусы пациента, подбирая действительно то лечение, тот протокол, хирургический или нет, который будет максимально соответствовать показателям, свойствам того или другого пациента. Ну и 36 лет фундаментальных исследований, которые отделяют нас вообще тоже от всех, кто есть на рынке пластических материалов. Это и клеточные исследования, и лабораторные, это и биохимические, физико-химические, космические исследования, поскольку мы работаем вплотную с космосом, и леопласт отправляют исследовать в различных средах, в том числе в невесомости, именно как носитель клеток и белков, которые будут в дальнейшем раскрывать свои потенциалы в организме человека и использоваться на благо. И концепция, о которой мы говорим на сегодня, вот этот микс-макс, это использование смеси компонентов для достижения максимального клинического результата. Это не просто какая-то вот эта каша из материала, а это чёткое понимание того, какое, ну и какие материалы в том числе, и какой протокол лечения будет выбран тому или иному пациенту. Так, а вы обещали рассказать, что смешивается, какие нибудь реальны? Если честно, есть на сайте. Давайте расскажу. Я так понимаю, что этот микс-макс уже готовый у вас? Нет. Он подбирается индивидуально. Я сейчас отвечу на ваш вопрос. Какие компоненты мы будем всегда использовать при костно-пластических операциях? Биологические компоненты. Мы же занимаемся регенерацией. Ну что, не молчите. Кровь? Кровь первая, с чего мы начинаем смешивать? С кровью именно капиллярной. У кого-нибудь остались вопросы, почему? Почему капиллярную? Почему не венозную? Почему ПРФ там, да, мы не используем, и ещё что-то? Почему не физраствор? Она собирается с первого разреза, пока анестезия, адреналин в анестезии ещё не подействовал. Двухкубовым шприцем. Вот так её стравливаете. Не всегда. Не всегда, да. Мы можем назначить для этого, если мы видим и при диагностике, и анализе, и планировании операции, комбинацию двух препаратов, которые обеспечат прекрасное кровотечение лоскута. Я об этом расскажу после миг подбора. Второе. Что это? Ну смелее, на самом деле вы как бы, да? Это клетки губчатой аутокости. Потому что при восстановлении сосудистого питания на ней будут созревать клетки сразу же, прямым методом, а не через соединительную ткань. Это на два месяца быстрее, как мы с вами выяснили. И третье. Это будет какая-то смесь материалов. Если вот как-то по-простому пытаться объяснить, то в зависимости от сложности дефекта, его размера, наличия имплантатов, вида пластики и условий у пациента, это будут разные комбинации. Там всегда будет, первое, это базовый материал, который будет создавать основной объём замещаемого дефекта и вот этого пластического биореактора. Мы всё равно занимаемся вот этим, да? Это биореактор, потому что он имеет потенциал и реагирует, на него реагирует организм. Поэтому в самых простых дефектах, особенно включённых, мы будем использовать просто минерализованный спангиозный порошок, губчатую кость. Скорость её замещения без деградации составляет там 4-5 месяцев. Нам не нужна высота, да? Ну, то есть мы не бьёмся за неё, раз дефект включённый. Но единственным исключением будет, если у нас размер замещаемого дефекта большой, больше 2,5 см в диаметре. А донтогенные кисты множественные, например. Вы же сталкиваетесь тоже, наверное. В чём тут проблема? А вот в этой средней зоне. Потому что сосуды имеют определённую скорость. И хуже всего они будут прорастать вот туда. И, скорее всего, здесь в первую очередь образуется что? Что там образуется? Нет сосудистого питания. Что образуется? Ну, из одних и тех же клеток. Калицинированный хрящ, который потом, по мере того, как туда прорастут сосуды, и парциальное давление кислорода вырастет, будет вторичным методом образовывать кость. Не в любом случае. Не в любом случае. Туда могут не прорасти сосуды. Хрящ. Почему возможна пересадка хряща? А потому что он обменивается жидкостями, газами, низкомолекулярными соединениями, не приводя туда клетки.